Это моноспектакль Анны Лузгиной. Её героиня – 45-летняя женщина, там и нежеланный ребёнок. Её родители были пленниками Освенцева. Отец утилизировал трупы. А мать была секретарём Йозефа Менгеле, который проводил жуткие опыты над заключёнными. В основе пьесы – подлинная история. Её драматургу рассказал израильский писатель Яков Бучан. Его мать была секретарём Ангела Смерти. Трагедию этой семьи автор пропустила через себя. Ты не можешь написать пьесу. Вот так взять её, ах, возьму-ка я сейчас её и напишу. Ничего не получится. Она будет мёртвая. Это должна быть обязательно тема, которая будет очень-очень волновать. То же самое и в актёрской игре. Те актёры, которые нас с вами волнуют, они всё пропускают через себя. Конечно же, я всё это через себя пропускала. И это безумно, безмерно волновало. Люди в концлагере умирали каждый день в страшных мучениях. Чтобы не сойти с ума, родители главной героини Тами стали бесчувственными. И даже выжив, они запрещают дочери любить. Но это невозможно. Он осторожно переходил от картины к картине, а я тихо наблюдала за ним. Красивый мужчина. Чёрные, блестящие волосы, аккуратно зачесанные на бок. Щербинка между двумя передними зубами. Ох, горящий взгляд! Тами с детства внушали. Нельзя быть счастливой. Она должна помнить, через какие ужасы прошли отец и мать. Родители ей предлагают вместо жизни вечный траур по жертвам Освенцима. Но Тами всей душой тянется к простому женскому счастью. Московский режиссёр Вячеслав Терещенко уверен, тема выбора – главная драматургическая линия в этом спектакле. Нас это очень сильно зацепило внутри. Это нас тревожил этот материал выбора. Родное служить земле, служить тем людям, которых мы любим, которые ушли. И сохранять их память. Или всё отвергнуть. И безрассудно броситься в счастье, в этот шанс счастливый, который судьба предоставляет нечасто. Актриса Анна Лузгина передает образы родителей с помощью тембра голоса, мимики и специального реквизита. Новое прочтение пьесы вызвало много эмоций у Ронана Крауса. Отец и бабушка, заместители посла Израиля, тоже были узниками концлагерей. Могу лично свидетельствовать о том, как воспоминания о войне и страданиях, которые рассказывали в моей семье, повлияли на мою жизнь и на мои решения. И таких, как я, множество. Это не премьера спектакля. Его зрители увидели несколько месяцев назад. Но этот показ очень важный. Он приурочен к Международному дню жертв в памяти Холокоста. В результате геноцида пострадали не только узники концлагерей. Жертвами стали второе поколение. Их дети об этом нужно знать и помнить. Подчеркивает автор пьесы. Ирина Начарова, Мария Гончарова и Евгений Адамов.